Добрый день! Сегодня 3 августа 2019 года, температура на улице около 15 градусов и постоянно морозит дождь. Поэтому видеоролик снимать на улице некомфортно, смысла нету и поэтому думаю, что теперь отдельные ролики будут сниматься вот именно здесь, потому что бывает просто надо рассказать о чем-то, даже не показывая. Ну вот, 3 дня уже не могу ответить на вопрос, который поступил из-за загруженности в работе, который мне поступил в одном из обсуждений видеоролика. То есть ситуация такая, есть начинающий пчеловод, да, начинающий пчеловод заводит пчел. Одна семья у этого пчеловода местная, а одну покупает карнику, породистую семью. Ну весной все нормально работает, и та, и та. Весна была неплохая в этом году. Вот, взяток, если семья, если пчелы такие работящие, взяток был неплохой, и мед товарный был, и развитие было, и мед приносили. То есть пчеловод видит, все, мед есть, развитие хорошее, и он как бы успокаивается, все там нормально, ну, ройка закончилась там, период определенный. Ну, получается так, что месяц пчеловод не смотрит сильно, а через месяц открывает и удивляется. Местная пчела вроде нормально все, а карнику открыла, а там горсть пчел. И вот возникает такой вопрос, был задан. В общем, или что, какой вариант, или отрава, или рой улетел. В общем, в чем причина вот такого вот резкого ослабления карники. Вот, ну, диагноз ставить на расстоянии сложно. Поэтому просто как бы рассмотрю разные варианты. Если улетает рой, можно определить почему. Можно определить по количеству расплода в улье. Есть расплод, нет расплод. Какой расплод? Также по маточникам. Обычно, когда раи улетают, маточники где-нибудь все равно остаются открыты, откуда матка вышла. Часто маточники эти пчелы убирают, но бывает, что и остаются. Вот, прошу прощения, звонки постоянно. Вот, постоянные звонки отвечать надо. Вот, ну, в общем, если семья отраилась, как бы если пчеловод-то опытный, но он как бы сразу видит, что семья отраилась. При отравлении тоже внешне можно определить. Ну, обычно это сразу надо смотреть улетков на земле, пчел много или нет. При отравлении улетков на земле будут кучки пчел отравленных. Будут обязательно отравленные пчелы на дне улья. Будут такие еле шевелящиеся, такие вот, видно, что после потравы. Вот, то есть тоже по внешним показателям как-то можно определить. И, конечно, естественно, что после отравы, ну, вторая бы тоже немножко бы, как бы, и у второй бы было небольшое количество пчел, допустим, потравленных там, мертвых, тоже улетков валялось. То есть вот в этой ситуации я все-таки склоняюсь к больше тому, что улетел рой. Вот, потому что если месяц не смотрелся улья, улья, вопрос был задан три дня назад, то это получается у нас где-то конец июня, начало июля. Последний осмотр был. Роевой период идет обычно до 15-16 июля, с конца мая. То есть вот две недели роевого периода она захватила, что вполне хватает для того, чтобы, значит, улететь рою. Вот. И если, значит, месяц, месяц, как бы, вот, печатного расплода должно быть очень мало в этом улье. Практически не быть. Вот. Это говорит о том, что матка давно там яйца не откладывала. То есть если матка облеталась, началась еить, пчел мало, открытый расплод обычно там и яйца. Печатки там на сегодняшний день практически быть не должно. То есть это если улетела рой. Вот. Значит, что еще хочу сказать. Хочу сказать, что карника, в принципе, она склонна очень к ройке. То есть нужны определенные запасы меда, а по информации меда там было достаточно. Нужна сильная семья. Все. И период ройки, то есть с конца мая до 15 июля, всегда может прийти в роевое состояние. Пчелы, если очень много в улье, взятка нету. Взятка нет, значит, молодая пчела не загружена работой. По идее, когда хороший взяток, молодая пчела полностью занята на переработку нектара. То есть полностью ее загружают. И ставят в ойщину, плюс в ойщину устроят. Если принос нектара очень мало, то часть пчелы не загружена работой. А раз не загружена работой, значит, она начнет дурить. Вот. Тем более, что карника вообще, это пчела, можно сказать, такая, селекционированная на мед. Экономная очень пчела. Старается на всем экономить мед. Если вот взятка резко, допустим, обрывается, она может резко сократить выращивание расплода. То есть на этом, на расплоде она будет экономить. Если расплода мало в семье становится, значит, и пчел молодых, которые ухаживают за этим расплодом, тоже нужно меньше намного. Опять освобождаются пчелы, опять делать им нечего. И вот здесь получается то же, что в роевое состояние приходят и роятся. Вот. То есть, если матка не меняется, никого вы никогда не слушаете. Вот я 30 лет работаю с челами в Рязанской области и в Московской области. Если семья очень сильная, набрала силу хорошую, если у нее много пчелы безработной, может отроиться в любое время. Потому что начинает, допустим, я вот с удивлением тут читаю, что вот маток я продаю, но они не роятся. Не роятся, может быть, где постоянный взяток идет. Будет постоянный взяток идти 2 килограмма. Будет постоянно расширять пчеловод. Возможно, он уйдет от тройки. Но вот в Подмосковье самый лучший вариант уходить от роения, это менять матку. По весне. То есть, замена на молодую матку. Вот самый-самый такой, который тоже не гарантия, но все-таки это вот самый эффективный способ. То есть, вот в этой ситуации я все-таки склоняюсь к тому, что улетел. То есть, вот на вопрос я на этот ответил, свое мнение сказал. Теперь, значит, вот планирую сделать серию видеороликов по породам пчелам. Приходилось работать с итальянкой, с карникой, с карпаткой. Бакфасты, вот я тестирую, кавказянка, приокская. То есть, есть определенный опыт работы с этими пчелами. И есть определенное мнение, вот мое личное. Это не истина в последней ситуации, а вот то, что вот как я думаю о той или о другой породе. Вот я хочу, как бы, сделать серию видеороликов по этим породам, что я с ними работал и что вот я думаю о той или о иной пчеле. Вот это вот в перспективе. Ну, а так, чтобы и так, наверное, видеоролик большой получился. В общем, все, заканчиваю. Я спасибо за внимание. До новых встреч.